Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И хотелось бы, ребят, с вами поделиться одним комментарием, который я прочитала у себя на канале под видеороликом «Уралочка, где челюсти? Что с обдугани?» И комментарий это от Уралкиной хомячки, да, от Уралкиной поклонницы, которая смотрела Уралочку, но решила обратиться к Уралке именно с моего канала. Я, ребят, чуть не упала. Представляете, уже Уралкины поклонники приходят обращаться к ней на мой канал. Вот это да, ребят. Значит, пишет некая Елена и обращается, смотрите, как к Уралочке. «Ольга Васильевна, дорогая, не нужно тут водить ржавым смычком на старой скрипке поганини великого. Ну, хватит уже лгать. Всем известно, что у Роза священный праздник мусульман. Так вот, почему вы не говорите о том, что к ним приехали гости из солнечного Таджикистана? Почему вы об этом не говорите? За неудобные вопросы вы отправляете меня с разных аккаунтов в баню. Так вот, попрошу вас, хоть тут скажите правду». Я, правда, если честно, не поняла, что к чему, какие гости из солнечного Таджикистана к ним приехали. Возможно, и приехали. Я, конечно же, не исключаю. Возможно, этот человек, который писал, осведомлен больше, чем я. Но меня, ребят, поразило то, что Уралочка блокирует этого человека. Видимо, этот человек действительно знает Уралку, что та просто не хочет допустить. Ну, или Сафарика, чтобы писались вот такие комменты. И хомяки, смотрите, перебегают поклонники ко мне для того, чтобы обратиться к Уралочке. Это что-то с чем-то. Мои подписчики, конечно же, отреагировали на этот комментарий, да, и написали несколько ответов. Нам не нужно говорить, что к ним приехали гости и откуда. Мы и сами не слепые. Эти гости хотят забыть, как страшный сон, откуда они родом. Что-то не очень они жалуют свою родину, годами туда не наведываются. Да и нашу не очень чтут эти гости. Они очень Германию уважают и Гитлера. Кстати, да, ребят, вот посмотрите, да, Сафарик сколько лет не был на родине, не видел, как дети его растут. Уралка не пускала, на дачи надо было работать. Ну, и к Уралке надо было подход найти, да, доверие получить. Поэтому и не таскался на родину так долго. И все они, кто подкатывает к женщинам русским, все они так же не стремятся поехать и проведать свою семью. Но правильно, правильно Равзалия написала, что не очень они и Россию чтут. И мы с вами знаем почему. И это и есть причина, почему же так людей и обзорщиков заинтересовала уральская парочка таджик и уралочка. Да, действительно, они завоевали внимание, да, критику после поступка в новогоднюю ночь. Вы знаете, очень многие зрители Уралки не знают об этом. Они приходят, подписываются, там, знаете, как эти клочки квохчут, какая уралочка мастерица, там, какая она повариха, какая она работница и просто красавица. И они понятия не имеют, что же такое, почему столько обзорщиков обозревают уральский канал. Ну и ещё комментарий тоже, ответ на комментарий поклонницы Уралки. Уралкины хомяки уже с канала Вишенки к Уралке обращаются. Вот ржач, вот и мне смешно стало. Я просто, знаете, не могла удержаться, чтобы не зачитать вам этот комментарий. Это же надо, Уралка блокирует, а к ней прям с уважением, по имени и отчеству обращаются с моего канала. Потому что, видимо, понимают, понимают, что Уралка смотрит мой канал, читает все мои комментарии. А на своих зрителей она плевала, чхала, зачем они ей нужны. Она даже не соизволит поставить сердечко. Знаете, может быть, где-то и поставит уже в свежем видеоролике, где она там занималась шестьём, да. Но пока я смотрела и записывала обзор, я не увидела ни одного сердечка, а столько хвалебных от ей написали. Хоть бы где-то реакцию проявила, да, и показала, насколько ей дороги подписчики. Но нет, ей абсолютно безразлично. И главное, чтобы были просмотры, чтобы были деньги, остальное её не интересует. Ну и ещё один ответ вообще меня рассмешил. Выведите кто-нибудь этого неадекватного хомяка отсюда. Нет, ребят, ну, выводить не нужно. Ну вот представьте, человека заблокировали уже с нескольких аккаунтов. Она так хочет обратиться к Уралочке. Ну, почему нам не предоставить площадку для того, чтобы она могла обращаться у нас к Уралке? Может быть, она сможет повлиять на неё. Я, конечно, сомневаюсь, но правда мне это очень смешно, что на моём канале с уважением к Уралочке. У меня, допустим, нет абсолютно никакого уважения к этой мерзкой парочке за их враньё, за их желание смерти, за её отношение к маме, за вот этот вот поступок в новогоднюю ночь. Да и вообще, настолько они фальшивые, настолько они гнилые. Ну, в принципе, сидят же в помойке. Сами же они сказали, что Ютуб – это помойная яма. Они там присосались очень крепко, да, и никак не могут выползти наверх по той причине, что давят деньги. Да, давят деньги, и от денег отказаться просто невозможно. Пусть, ребят, пусть забегают хомяки, но они же без оскорблений забегают, никого не оскорбляют, никого не обзывают, а лишь обращаются к Уралке. Пусть пишут, может быть, Уралка услышит своих хомяков на моём канале. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.